Помоги тебе выбраться. Первое, действительно могу порекомендовать оптимизировать пользовательский интерфейс и удобство использования блендер для ваших нужд. Первое, что может тебе помочь, это воспользоваться преимуществами новых рабочих пространств. Он прошел капитальный ремонт и гораздо более оптимизирован для любой конкретной задачи. Вы, конечно, также можете создать свой собственный и просто полностью настроить пользовательский интерфейс так, как вы хотите, разделив и удалив и создав новые редакторы в интерфейсе. Я также могу действительно порекомендовать добавить несколько пользовательских ярлыков. Чтобы не тратить слишком много времени на постоянные всплывающие окна и под меню, просто щелкните правой кнопкой мыши на любом элементе списка. Поставь галочку «Переключить» и выбрать все, что ты можешь найти в любом интерфейсе и выбрать. Добавь ярлык или удали ярлыки или смени ярлык. Некоторые примеры, которые я использую, это элемент управления X для переключения симметрии в режиме Scalp Texture и Vertex Paint. Тебе нужно создать эти ярлыки для каждого режима отдельно, так как эти настройки – это не одно и то же, и они не разделяются между этими модусами. Еще один ярлык – это Shift-Z для переключения. Каркасные наложения из меню «Наложение». Я использую это довольно часто, чтобы иметь проволочные рамки поверх практически любого затенения. Если это MatCaps, студийное освещение или даже просто рендеринг EV или Cycles. Следующий слишком легко переключать, а каркас накладывается только на активный объект, который вы выбрали. Так что это по сути просто переключает каркасный переключатель. Найди в редакторе свойств справа в объекте, ярлык работает только для одного активно выбранного объекта, к сожалению. Так вот, ярко-оранжевый и не все выбранные объекты, но это может быть весьма полезно всего за 30 минут, например, для включения проволочных рамок на очень специфических объектах. Поскольку меню пирогов – это большая вещь в Блендер. Теперь клавиши тильды, которая является клавишей Escape в самых распространенных клавиатурах. Ум используется в качестве кругового меню навигации, но если вы, например, используете ноутбук, как я, то у вас, вероятно, не будет доступа к цифровой панели справа. Итак, не хватает пары ярлыков, и один из них предназначен для переключения перспективы и ортографии. Поэтому я использую ярлык Олд плюс тилда для переключения между перспективой и альфа-графикой. Так что для этого ты можешь просто зайти в настройки под картой клавиш и найти для сочетания клавиш Numpad 5 и изменить это. В принципе, в этом случае все, что тебе нравится. Я также могу порекомендовать добавить ярлыки для всех различных кистей и режима скульптуры или любого режима рисования, который вы используете. Я также зашел в настройки и включил дополнительные пункты меню круговое затенение. Так что это добавляет переключатель X-Ray и Overlays в меню C-Shading Pies, что весьма полезно, потому что позволяет удалить или отключить уже существующих ярлыков для таких вещей, как All-Dizzy и Shift-C. Таким образом, это открывает еще больше возможностей быстрого доступа, который я использовал для включения каркасных наложений, как я уже говорил ранее. Таким образом, у нас не возникает конфликта между различными ярлыками, кроме добавления ярлыков. Быстрые фавориты. Это еще одно действительно замечательное новое дополнение. Чтобы создать в основном свое собственное маленькое меню пемь из наиболее часто используемых действий, доступ к которым можно получить, нажав Q. Так что лично мне нравится устанавливать ярлыки для вещей, которые я использую очень регулярно. Мне нравятся постоянные и быстрые фавориты для всего, что я использую в данный момент. Так что мои быстрые фавориты постоянно меняются. Я постоянно добавляю или удаляю пункты, а ярлыки это постоянные, которые я пользуюсь постоянно, и это мне больше всего нравится. Я также рекомендую некоторым взрослым пройти этот курс. Все это бесплатно или даже поставляется с Blender для начала, а если нет, то включены в каталог активов курс, и ты можешь скачать любой из них. Там, специально для текущей версии Blender 2-го 80, когда выйдет курс. Так что некоторые из них могут устареть, но я сделаю все возможное, чтобы регулярно обновлять их. Если некоторые из них больше не работают с новейшей версией, просто прокомментируйте ниже. Специально для взрослых, которые я использовал для этого курса. Извлечение масок для лепки, сглаживание, заточка масок и многое другое. Это действительно универсальный инструмент. Другой, который я часто использовал для моделирования опроса. Это F2, который является действительно быстрым способом моделирования опроса, топологии в целом, и она включена в Blender по умолчанию. Так что ты можешь просто включить в разделе для взрослых. Другой, Note Wrangler, который представляет собой действительно быстрый и простой способ создания материала и предварительного просмотра определенных разделов материала. Это тоже включено в Blender по умолчанию. Так что просто зайди в настройки и включи его. Еще один, который я использую специально для записей, которые вы увидите, это ScreenCast. Кис, который показывает в основном клавиатуру и вводы с помощью мыши, которые я делал во время записи. Следующий волшебный. Паювис, который является бесплатным для взрослых, что делает декодоступным множество общих функций для Афмэпа. И последний из них сфальсифицирован, если я использовал его для финальной опозы персонажа в конце курса. Как только вы все это сказали и сделали, действительно важно, чтобы вы сохранили свои настройки и файл запуска. Особенно при создании новых ярлыков или быстрого избранного. Убедись, что ты не потеряешь их, не сохранив свои предпочтения. В конце 2,8 есть также новая опция автоматического сохранения настроек, которая включена по умолчанию. Чтобы избавить вас от необходимости всегда сохранять изменения вручную. Но если тебе не нравится эта функция, также можешь отключить ее и каждый раз сохранять свои изменения вручную. И если тебя интересует мой личный шаблон для лепки, также можешь скачать и использовать тот, который содержит мои пользовательские рабочие области и кисти. Я включу бонусное видео, в котором объясняется, как работают мои пользовательские кисти и когда я в основном использую любую из них. Если вы в качестве альтернативы хотите получить только мои кисти, вы можете добавить их из файла в свой собственный. Я также упомяну об этом видео, где я рассказываю о своей собственной настройке. Также еще одна вещь, которая очень часто используется, это навигация по трикболу, которая позволяет вам легко наклонять и поворачивать порт просмотра. А также просто поворачивать его. Это другая форма навигации по порту просмотра, и ее можно легко переключить в настройках, чтобы вы могли переключаться между трикболом и поворотной лентой. По сути, навигация на поворотном столе просто не позволяет вам наклонять окно просмотра. Такой несговорчивый, вы можете наклонять вращение в зависимости от того, насколько далеко ваш курсор в основном перемещается к краям трех. Порт просмотра стримя-ди, так что чем более центрирован курсор при вращении, чем больше он будет оставаться неизменным, тем больше он не будет наклоняться. Но чем дальше ты выдвигаешь три дикерса наружу, тем больше это искажает отчет. Это трудно объяснить. Просто попробуй это сам. Но я могу настоятельно рекомендовать использовать навигацию по трикболу для любых задач, связанных со скульптурой или рисованием. Это такая важная вещь, что вы можете наклонить окно просмотра в любое время. И теперь, когда со всем этим покончено, давай, наконец, займемся скульптурой. Продолжение следует...